Ребята, всем привет! Сегодня у нас очередной интересный разбор гаража. Недавно к нам обратился наш подписчик и попросил ему помочь с разбором гаража, ремонтом крыши и решением вопроса по старой Волге, которая стоит там с 90-х годов. Мы, конечно, не думая, согласились. Приехали на место. На этой стоянке сегодня субботник не только у нас. Сначала мы подумали, что вот это наш гараж, но у нас наш гараж оказался чуть дальше. Наш гараж номер 5, то есть отличный гараж. Чуть раньше нам прислали фотки из этого гаража. Я их увидел и офигел. Все циклично в этом мире. История повторяется. Ровно год назад у нас был похожий гараж с похожей машиной. Открываем и смотрим. Коллекция замков, правда без ключей. И наша красотка. ГАЗ-2410. Серого цвета. Стоит она здесь очень давно. С 90-х годов. В 90-х годах была легкая авария. Ее ударили зад, поставили в гараж и больше она не выезжала. Документов нет на нее. Нас попросили разобрать гараж, вывести весь хлам и сделать маленький ремонт в гараже. Редактор субтитров А.Семкин Вот такая красавица нам досталась Под мешком она чистая И выглядит очень даже ничего Спереди А сзади она очень сильно разбита Очень грустная история у этой машины В свое время ее купили Она была практически новая Хозяин оставил ее около магазина Пошел за сигаретами И ему зад прилетела иномарка Очень сильно разбила зад И уехала А Волга осталась в гараже До конца своей жизни Пока мы этот гараж не вскрыли И теперь уже Волгу достанем И что-то с ней сделаем На капоте уже устроили склад запчастей Задние колодки на Волгу И причем не один комплект Здесь просто дикое количество Ящик от швейной машинки Зингер Софитик Вот здесь я вижу Советскую зажигалку 50 лет октября Наша задача на сегодня Выкатить Волгу Так как она мешает Разбору гаража Волгу мы будем выкатывать При помощи эвакуатора Мы уже позвонили И его заказали Он едет Когда я узнал Что в гараже Волга У меня сразу пришла Мысль голову Пригласить Никиту Главного эксперта По Волгам В прошлом году он нам помогал Завести автомобиль Поэтому я ему сразу позвонил И он уже приехал Он в кадре И готов ворваться И оживить Эту старушку Ну что в этот раз Я подкова И я знаю что бывает Масляный фильтр Вместе с воздушным Поэтому сейчас мы попытаемся Сбодрить эту старушку И попытаться Покруизить по ночной Москве И кстати я вижу бабки Тут хороший бампер Хороший молдинг Переднего фартука Неплохой значок Она выглядит И конечно же есть капот Который стоит Аж целых Три с половиной Четыре тысячи Ведь я уже Распилил одну Волгу И я знаю какие-то Дошливые люди Владельцы Волг Они любят только Идеальные запчасти А судя по этому автомобилю Машинка малопробежная А есть какие-то у него проблемки? Проблемки Но там Брат, жопа не хватает А там в принципе нормально Жалко что Крабуратор заклиненный Но это карп Скорее всего 417.8 От ЗМЗ-402 И он стоит денег Достаточно хороших Район 3,5 Наш клиент Больше походит на чермет Раз корзина Раз два корзина С виду Новый Но это уже металл Потому как они Все сгнившие И восстанавливать их Даже не имеет Какого-либо смысла А у меня съемничек Да Мы сможем Какие-нибудь сальнички Переставать Да Да Уже чермета нормально Четырехболтовая ступица От Жигуля Ну и она Уезжает в чермет Потому как чистить ее Тоже не имеет смысла Хотя подшипнички На ней смазаны И тут уже у нас Есть тоже Среды коррозии Так Вот это Вот это Волк Нет Это Мне надо Оставлять Это Это Оставляем Вот здесь Значок Ладьи Код 02-113 Это скорее всего Девяточки Может быть от пятерочки Мне кажется Пятерочка Но Тоже сойдет Можно кому-нибудь Задонать Подарить Парни Если кому-то нужен Доголовочек На классику Или на девяточку Пишите комментарии Пацаны Моторы есть Значит можно закрывать Блин Смотри Состояние Советский аккумулятор Даже есть Состояние Вообще Да Она была Практически новая Проржавела Но подкапотка Лучше Чем даже У черной была Так как Волга у нас Уже в поздние годы Упуска Она не нормальный 400-й мотор К сожалению В непонятном состоянии Но Так как это Алюминиевая башка Алюминиевый блок Деньги он Стоит и плохих Судя по подкапотному пространству Автомобиль ездил Не особо долго Уже у нас Стоит нормальный Вакуумник Это все тут комплектно Ну и классическое Зажигание С Кондерами О Кулачки Живые А это находочка Находочка Даже лапоннички есть Как обычно Время находок Новые прокладки ГБЦ Которые Долго-то и не новые Они всегда в убитом состоянии На выброс На крыше Пружинная подушка От дивана Бампер Пластиковый С какой-то машины Скорее всего С иномарочки Иномарочка Да Что-то прям такое Еще посмотрим код Может быть найдем Что это было Хотя бы просто для себя Понять Может быть Какой-нибудь Опель Судя по Атуманку Нижняя юбка Нет Это полный бампер Вон все бампер Вот так вот Он выглядит Небраку ничего не видно Какая-то дешевая Аномарка Есть А вон Кот Д Ауди Вольсваген Скорее всего Ауди 100 Неплохой кусочек Ленориума Видимо из-под Холодильника И немножечко Шланга Для сливания Безина Думаю это пригодится Наверное у стасера сливается Эх Увы Ах Новое крыло От Волги Но оно уже Все Снило Развалилось Как говорится В гнильце машина Да Наверное Владелец Хотел все-таки Машину Сделать Переварить Хотя Мне кажется Эта Волга Более современная Она Представила 29 Не 24 Когда-то В общем Когда-то Это Было Новое Багажника На На Волгу Мы Ее Не можем Снять Она Разваливается В руках Поскольку Она Преликолепна Даже На металл Уже Не сдашь Лежит Она Очень Давно Пепси Спрайт Старый 90 97 Год Некоторые Подписчики Все равно Скажут Что Это Постанова Ребята Это Вы Сами Все Сделали 20 Лет Назад Подготовили А теперь Снимаете Открываем Машину Смотрим Что В салоне После Аварии Двери Заклинило И Передняя Дверь Нашла На заднюю Или Задняя На переднюю Короче Не открывается Может Поджавело А вот и ключ Кстати Для замков Нарисовал Нашел ключ Да Давай Позволь Хоть как-то Смажется Да На ключ Да Технологии 90 Годов Просто Давай Годы Было Было Такое Да Что-то Походу Замок Закрыл О Открылась Есть Сейчас Я там Нажму Какие чудесные Чехлы Красные Клетку Шотландскую Да Ну-ка О Пошло Двергай О Петли Все Умерли Машина Труп Порог Сложился А тут Прямо Лужа В машине Тут Реальная Лужа Давай Накинем Хороший Диск На Волгу Вполне Живой Можно Чуть Чуть Подварить Отписко Струить Покрасить И Еще 10-20 лет Проехать Приехал Эвакуатор Сейчас Будем Пытаться Вытернуть Из Гаража Места Очень Мало Будем Поворачиваться Ключей Нет Колеса Скорее Все Затисли Но Вопрос Надо Решать ТРЕВОЖНАЯ ПОЛОЗ ТРЕВОЖНАЯ ТРЕВОЖНАЯ Продолжение следует О, пошла, пошла. Субтитры сделал DimaTorzok А эта штука прям на капоте, что ли, ехала? Нормально. Все, у нас теперь есть хороший артефакт заднего фартука, эмблема Волга, которая стоит, между прочим, от 500 рублей. А тут диваны телок шпилить. Садись, плесень. А салон-то вообще нужно. Его если от плесени почистить, она хуенно. Блять, тут жадатая машина. Судьбу Волги мы решим в следующем видео. А сейчас будем вывозить хлам с гаража. Приступаем к разбору. Привезли мешки под мусор. Очень много хлама. Будем сейчас сортировать. Взяли ведра. Ведра у нас под метизы. Под молочевку железную. Диск. Голпак, вернее, на Волгу. Так, один шпырец, второй. О, интересная находочка. Капитан. Возможно, владелец этого гаража имел отношение к милиции. Тут у нас, как бы это было бы ни странно, бампер от троечки, который можно продать в любом случае. И он ликвиднее, чем запчасти от Волги. И то, что достаточно редкая элемент декора автомобиля. И это у нас ЖКЗ на заднее стекло автомобиля, которые собираются и прекрасно дополняют советский автомобиль. Штука-то редкая и стоит денег. Решёточка. Вот, 2410. Очень сильно запутывается. И нахочется снимать. Станье новой. Даже, кажется, естественно, следы хранения. И тут у нас, значит, интересный артефакт. Штатка 24-ки. С неплохим хромом, который, естественно, застрял. На этой проволоке. На лобу. Помимо запчастей на Волге 24-й серии, у нас тут красуются бампера передний-задний от ГАЗ-3102. То есть сами, генеральской Волги, которая прижала вечерами к подъезду. И хороших хрестей ждать не стоило. Это у нас, скорее всего, задний бампер с выемкой. Плафон освещения заднего номера. Передний бампер с выемкой под передний номер. Состояние. Я бы сказал, пожар. Щёточки перед дворников, судя по всему, от Волги, но на них нет язычков. Если заколхозить язычки, то это в районе Косарика. И опять у нас переход от серии к серии. Решётка от ГАЗ-31029. В убитом состоянии. Но, судя по всему, кто-то хотел сделать рестайлинг своей Волги. Блок из-под сигарет. С картой. Но дело не в этом. Вот здесь выпал техпаспорт. Скорее всего, на нашу Волгу. Нет. На ВАЗ-21063. 1987 год. Так, что тут? Водительское удостоверение. На Баженкова. 1988 год. Это медицинская справка. Наверное. Нет, это доверенность. Да, раньше на всё нужно было доверенность. Это сейчас их отменили. Талон предупреждений. 1984 год. Винтажный чайник СССР. Зелёного цвета. Зелёного ржавого цвета. Домкрат. Одна штука. Домкрат. Ещё один. С какой-то иностранной надписью. Ахтунг. Катушка. Так, и вот ещё колпачки. Если их почистить, в принципе, можно ещё даже... поставить на автомобиль. Целый комплект. Немножко замятые. Тут у нас какая-то запчасть от компрессора. Фары. Правда, все разбитые. Вернее, не фары, а задние фонари. Так, ещё один клык. Маленький топор, который весь сгнил. Большой топор, но его ещё можно спасти. Много инструмента в этом гараже, но так как крыша текла, даже инструмент весь сгнил. И с ним уже делать ничего нельзя. Ключи вот в таком скотском состоянии. Они просто уже разваливаются в всех руках. Так, вот. Интересная находочка. 3279 ММЛ или МММЛ. Так, причём вот этот номер, мне кажется, с государственной машины, так как на обычных машинах впереди была буква. Сумка уже отмела, а в сумке лежала таль. В этом месте крыша не текла, поэтому таль ещё более-менее сохранилась. Её можно использовать. Она была промасленная. Состояние нормальное. До сих пор не указывается, почему в этом гараже так много запчастей. Тут есть аж две помпы от Волгаря. Если глянуть чуть-чуть повыше, тут у нас имеется приёмная труба, двойная, за которую гоняются рестораторы Волг и говорят, что машина с двумя трубами лучше едет. Мама, привет! Я тебя звоню с красного телефона. Достаточно интересный артефакт, сделан в Польше. И ручки салонные с 24-10. Форточка от ГАЗ-24. Расположение правое. И, естественно, недостающая часть от нашего прицепного, а именно от шишечки, это парковчик. Как я понимаю, на Больше. Коробка какого-то громадного телевизора, но самое интересное, лежит за ней. Опять помпа, уже третья в нашем гараже, подклинивает, и это чермет. Самое интересное, при этом с помпой, это тисочки. И даже они способны крутиться. Нужно всего лишь смазать, помыть, отручить, отвести на Аквабласт, и все будет в лучшем виде. Такие вещи в них явно можно шарбы забивать. А теперь самое дорогое. Карабасик на Волгу. Судя по масляным подтекам, коробочка уже поездила, но вроде бы она... Судя по... А, ну как, вал крутится не... А, нет. Он может на передаче стоять. Старый, из левшей коробки вытяжка. Судя по состоянию, она была новая. Да, фильтр свежий, белый. Ее даже не поставили. По назначению она не поработала. Так, ион, подсветка, разные режимы. Сейчас посмотрим год выпуска. Что выпускал? Воздухоочиститель 1991 год. Вот так вот люди экономили, покупали все про запас, а в итоге потом эти вещи мы выкидываем спустя 20-30 лет. Оливниевые ящики. Не знаю, для чего их использовали, но у меня какие-то ассоциации с моргом, когда я их вижу. так, тут у нас очень много жидкостей. Может быть, здесь что-то найдем интересное. Комплект ремонтный для карбюратора типа К-126Г. Так, есть, жидкостей я там видел. Так, здесь у нас жидкости. полироль времен СССР. Если я не ошибаюсь, это у нас было ГДР. Так, да. А вот здесь я вижу интересную находочку. Железная баночка круглая с надписью Шмель. Тот, кто в теме, уже понял, что это такое. Кто не в теме, я сейчас покажу. Это туристический примус новый, запечатанный. Жалко прямо даже рвать. А если я его сейчас достану, я его потом уже, наверное, так не упакую. Знак качества СССР. Сделано в СССР. Резиновое ведро. А тут опять фонари. Но это не на Олгу, что-то другое, да? Да. Какой-то непонятный фонарь. Чем глубже копаем, тем интереснее. Так, какие-то железки. Это щеки крыльев от Волги. Снизу настаёт. А, на 24, 10? И на 24. Две штуки. Новые. И топовая находка. Два новых, нулевых упаковки упака на Жигули. А что внутри? Сейчас посмотрим, что внутри. Опа! А что тут? Так, патроны. Патроны софиты и... Так, вот это я понимаю, стекла противотуманной хвата. Стекла противотуманной хвата. Стекла противотуманной хвата. Да. В большом количестве. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да. СССР-ОСВАР. Выключатель массы с кабелем. Это надо будет посмотреть. скорее всего, новый. Да. Коробка с маленькими коробками, а в них свечи. Так, Мотокрафт. Еще свечи. Новые что-нибудь? Посмотри. Абсолютно вообще новое стоярниче. Маленькая пластиковая канистра. Можно использовать как брелок. Тарасон. Ну, вообще такие наборы использовались для вклейки чего-то. можно сказать клей. И баночка с надписью Урод Дан или Урод Дан. Переходим к левому углу. Колонка. Одна штука. Ну, когда-то это было колонкой. Динамика уже нет. Импортный домкрат. С какой-то иномарки определенной. Советские домкраты так не делали. Слишком уж он хорош. Опа. Если это то, что я думаю, это очень хорошо. Провод. Провод, провод, провод. Скорее всего, медный. Медный кабель. Четырехжилка на 2,5 квадрата. Марка КГ. 4 на 2,5. Целый ящик. Борода с пятерки или семерки. А может быть, с четверки. теростат. Теростат. Теросон. О! Пошел жир. Вот это утепление с жиги. Или капот, или что-то утепляли. Скорее всего, с Волги, на морду. Может быть, с Волги. зеркало. Зеркало на стойку двери, как раз таки, которое ставится вот так, вот и можно ездить и навигаться. Тем более, оно у нас двигается в тилоположении. Ценный артефакт. Ремень безопасности новый. Розничная цена. Свидетельство о приемке. Ремни. Так. Даже с ветками. Хорошая тема. Можно делать кому-то призму, что себя плохо ведет. И какой-то жетон. B24 2 0 0 3 MME. Так. Фуковский. Этот жетон, как раз, наверное, был водителем. И номер машины. Реле-регулятор. КЗАМЗ. Новый в коробке. Как говорят знающие люди на Победу. Раз 21, ГРШ. И на 21-й возле. Накладки тормозные. Так. Резни. И шланг. Сделали сортировку. Отдельно положили металл. И сейчас вывозим мусор. Разобрались с этими колбами. Это герметик белый. Наверное, он уже просроченный. Везоста ФРГ. Вот здесь вот эта штучка открывается. И здесь еще какой-то ремкомплект для него должен быть. чемодан. Коричневый. Тяжелый. Сейчас узнаем его содержимое. Так. Тут что-то не густо. Опять паранет. Москва. Город-герой. Прокладки. Вот. Утровайнул, кстати. Дирижабль. Большой театр. Добровольцы. Так. Для пополноточной очистки масла Волга. Понятно. Для Волги, который установлен. Я попустил. Да. Стакан вернее. Старая открытка. Запчасти от карбюратора. Поводки хромированные. Зимние блесны. Это интересно. Опа. Мечта рыбака. Кто-то у нас из подписчиков недавно спрашивал. коробочка из-под сигарет Camel. А что у нее такое, я понять не могу. Посмотрели, изучили сам путлярчик. Пиши к выводу, что тут не может быть сигарет, тут не может быть табака. Но после краткого прочтения и рассмотрения данной картиночки стало понятно, что скорее всего это латки для колес. Потому как тут в одном месте у нас имеется как раз таки фиксатор этой латочки. Еще коробка под разбор. Газетка у нас 92-го года. Еще коробочка. Ролей-регулятор. Ну, кто-то их явно сработал. А тут раскал. Опять закрываем. Колпак от Шахи и колпак от Москлича-408. Жалко, что их всего было. Помпа. То, чего не хватает на моей старенькой копеечке. Аккуратно демонтировать лопату. Это молотник порога. В хорошем состоянии, в хорошем сохране, с небольшой вмятиной. Но если уделить ему немножечко времени и притереть его тряпочкой с содой, естественно, для очистки посуды, то он будет в отличном состоянии. Жалко, он всего один. Но надеюсь, горе всего этого добра найдется второй. И тут у нас опять стеклоподъемники. Это мусор. Спервал в идеальном состоянии. Очередной ящик. Для разбора очень тяжелый. Топор, запчасть от Лерки. Вот здесь наверное гвозди. О, это бомба. Это бомба. Это не гвозди. Это советские офигенные сверла разных размеров. Разных размеров. В ДИКОМ количестве. такие сейчас не делают и вот еще один кулечек шикарная сталь черные закаленные канистра винтажная 66 года состояние нормальное где-то была в какой-то организации подписаны инвентарный номер еще жир колпак задний тормозной барабан может передний уплотнители еще один барабан так ружина до капота еще одна петля судя по цвету это было такси ручки 24 до пепел и прибор очка болею ящик это не ящик это фигня это был какой-то прибор заржавел насмерть и он пустой открываем второй ящик и продолжаем наш раз инструмент nk3 целый набор прошлый набор мы продали за полтора тысячи и очень быстро набор шприцов в чемоданчике ни хрена нет зеркала на жигуле и тут какая-то мелочевка ни о чем маленькие тиски рабочие краска немного облезла но хорошие еще одни верстачные тисочки 3 рубля 30 копеек стоит и ободок на фару помятый стекло на фару фара еще ободки коробка из подетского пластилина с тигром пластилина здесь нет защита щитов передних крыльев автомобиля шкурки абразива канистра даже с ярлыком антифрейс жидкость охлаждающая низко замерзающая так минус 40 1988 год февраль подсветка заднего номера от Волги о! значит подсветка какая прелесть еще стекляшки задних фонарей вот на этом даже стоит номер в автохозяйствах часто так делали чтобы водители друг у друга не воровали стекляшки о! и вот такой раритетный фонарь внутренний на Волгу они часто выгорали а это вот целый остался последний ящик и приступим к погрузке чермета в машину здесь сохран вещей очень плохой нижний ящик он самый сырой шестеренки причем они пластиковые и они не с машины от какого-то станка вниз от Волги скорее всего открыли так вот этой штучкой пользовались когда вставляли коробку двигатель первичный вал здесь сцепление и корзина сцепления тут что-то круглое по очертанию похоже на полуоси да это она и есть хлебница о! а здесь тоже у нас склад моторчик умывателя родная коробочка от жигулей здесь были ключи которые удавались с машиной баллончик вот что будет углекислота карбюратор с 26 наверное здесь должно быть стекло но его уже нет еще один редуктор в сборе на стильный насос на этом наверное и все вот такая куча шумет у нас получилась еще остались три ременевых шкафа но их надо будет еще разобрать здесь есть маленькие включения металла и его надо будет срезать почистить грузим машину едем на приемку интересно сколько килограмм у нас получится первый пошел это здесь было что было как это что что вы Ящик очистили от черметы и поставленными ударами превратили его в блинчик. Пока мы разбираем гараж, подходят соседи и рассказывают историю этого гаража. Сейчас мы узнали, что бывший владелец работал в театре, и вот эти ящики от театральной одежды. Скорее всего, здесь еще должны были быть колесики, и их перекатывали. Но сейчас они уже пропали, и мы их уже разобрали. Загрузили весь чермет, осталось еще закинуть алюминий. Все распустили, почистили, и сейчас поедем. Приехали на место. А здесь полным-полна коробочка. Не факт, что мы разбрузимся. Ну, сейчас пойдем узнаем. Начинаем со сдачи алюминий. Удачно мы зашли. Наши итоги сдачи 15100 рублей. Чермет по 22,5-550 килограмм. И люмишка и дюраль у нас вышло на 3500. Приступаем к ремонтно-восстановительным работам. Вот эта стенка у нас полностью сгнила и рухнула. Нес сгнил. Вот эта стойка тоже сняла. Вставили уголок. Поднимем на 10 сантиметров вот эту стойку и обварим ее. Сделаем, как она была. Потом две стойки приварим еще сзади. И обчищаем, чтобы нормально сварить порт. Собирали разными способами. Но ее все равно очень много. Нагрегли. Раз, два, три. Больших кучи. Набрали мешки. Сейчас будем закинуть мешки. Еще очень много мусора вот здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При разборе в углу был прикопан пылесос. Мы его хотели выкинуть. Но решили его проверить. Как вы думаете, что можно найти в пылесосе? Все, что угодно, только не пыль. Удивительно, что хозяин здесь деньги не хранил. В пылесосе мы обнаружили запчасти от советского велосипеда. В частности, это тормоз ручной с воспитайс, салют, кама. Ну, их много где использовали. Ставили старые замки, провода. Ну, и еще какая-то хрень. Да, и новые замки, наверное, сработают. Еще один чистый гараж в жизни махинатора. Что мы сделали? Полностью вычислили гараж и сделали маленький ремонт. Приварили три стойки. Теперь зимой крыша не провалится. Ключи отдаем владельцу. Теперь он будет решать, что с этим гаражом сделать. Или его продать, или его сдать. Стоянка эта полузаброшенная. Здесь нет охраны. Не то, что здесь нет охраны, здесь даже нет света. Но все равно за 3-4 тысячи этот гараж можно сдавать. Отдаем ключи и едем дальше.